Добрый день всем слушателям и подписчикам моего канала. К вашему вниманию очередная задача от Клуба Дорог на знание правил дорожного движения. Кто из наших водителей остановился нарушая правила? Нам предлагают следующие варианты ответов. Вариант номер один. Водитель серого автомобиля. Вариант номер два. Водитель синего автомобиля. Вариант номер три. Водитель желтого автомобиля. Вариант номер четыре. Водитель красного автомобиля. Вариант номер пять. Водители серого и синего автомобилей. Правильным вариантом ответа мы с вами познакомимся в конце видео. А пока вы можете выбрать свой вариант ответа и время пошло. А пока вы решаете эту задачу, я хочу вас попросить поддержать команду Клуб Дорог, подписавшись на наш канал на площадке Яндекс.Дзен. Сделать это можно, перейдя по ссылке в описании. Итак, время вышло. Ваш ответ готов. А теперь вместе решаем нашу сегодняшнюю задачу. А для этого давайте рассмотрим ограничения на выполнение остановки всех наших водителей по отдельности. Находясь на двухполосной дороге, водитель серого автомобиля остановился с левой стороны проезжей части. Но дело в том, что правилами дорожного движения ему это не запрещено. Расстояние до пересечения с проезжей частью явно более пяти метров. Перестраиваясь на левую полосу, сплошную линию разметки он не пересекал. Соответственно, остановиться в указанном месте водителю серого автомобиля разрешено. Водитель желтого автомобиля остановился справа на краю проезжей части. Расстояние от его автомобиля до пересечения с проезжей частью явно более пяти метров. К тому же водители автомобилей, которые движутся в этом же направлении, без труда и при этом не нарушая правил, могут объехать желтый автомобиль. Так что место для остановки водитель желтого автомобиля выбрал разрешенное. Водитель синего автомобиля тоже остановился с правой стороны проезжей части. При этом расстояние от его автомобиля до пересечения с проезжей частью явно более пяти метров. И объехать его автомобиль остальные участники дорожного движения смогут не нарушая правил. А то, что водитель синего автомобиля остановился сразу за пешеходным переходом, требованию правил не противоречит. Остановка запрещена на самом пешеходном переходе и пять метров до него. Преодолев пешеходный переход, водитель синего автомобиля остановился, не нарушая правил. Водитель красного автомобиля остановился справа на краю проезжей части. К тому же расстояние от его автомобиля до пересечения с проезжей частью явно более пяти метров. Но тем не менее место для остановки водитель красного автомобиля выбрал запрещенное. Он не обеспечил расстояние от своего автомобиля до сплошной линии разметки, разделяющей попутные полосы в три метра. Движущиеся в этом же направлении водители, намереваясь выполнить поворот направо, не смогут перестроиться на правую полосу, не нарушая правил. Для перестроения на крайнюю правую полосу им придется пересекать сплошную линию разметки. Итак, разобравшись с местами для остановок, которые выбрали наши водители, мы с вами выяснили, что только водитель красного автомобиля остановился, нарушая правила. Так что правильный вариант ответа в этой задаче номер четыре. Задача была весьма несложной. Надеюсь, что все дали правильный вариант ответа. А я на сегодня с вами прощаюсь. Желаю всем удачи в достижении поставленной цели. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok